Так сказать, ебой, ребята, я наконец-то купил компедиум 75 уровня. Если у вас Steam на русском языке, то в данный момент при покупке 75 уровня компедиума возникает ошибка, и вы не можете его купить. Вот и все. Для того, чтобы эту проблему решить, получается, поставьте в настройках Steam в интерфейсе английский язык. И тогда вы его, то бишь, компедиум приобрести сможете. Вот я его приобрел, и давайте уже побыстрее приступим к обзору нововведений данного компедиума. Первое, что нам предоставляет этот компедиум, это новый режим. Игры с мутациями. Вот здесь вот находится. Это не рейтинговая игра с одним из измененных наборов правил. Получается, не знаю, если я не ошибаюсь, каждые 24 часа правила меняются. Сегодня у нас три типа мутации. Первое, это случайные крипы на линиях. Получается, с обычной пачкой крипов еще какой-то крепецкий, необычный добавляется. Второе, это суперруны. Руны необычайно эффективны становятся. Ну и далее, воскрешение от союзника. Тут все понятно, у вас есть возможность воскрешать своего союзника. Следующее нововведение, это ролевой рейтинг. То есть вы можете выбрать роль, на которой хотите играть, и у вас уже не будет конкуренции. Допустим, вы очень хотите пойти на мид. Но вы заходите в обычную катку, пишете я мид, и к вам добавляется еще один придурок, допустим, на эсэфе, который пишет нет, я мид. Потом еще третий придурок, в итоге трипл мид, слитая катка и прочее, и прочее, и прочее. А тут, если вы выбрали центр, нажали поиск рейтинговой игры, то катка подберется с теми, кто не хочет идти на центр, а, соответственно, хочет идти на другие лайны. Следующее нововведение, это ранг. Это, допустим, начнем с особых крипов. Вот, точнее, продолжим. Особые крипы на линиях доступны будут только при достижении 190 уровня. Давайте посмотрим, что это за крипы, и вы сразу же поймете, нужно ли вам достигать этого уровня, или ну нафиг. Ну, знаете, на деревьях растут поганки, только светло-коричневого цвета, а тут еще хуже, ядерно-зеленого цвета. Ну, а это я вообще не знаю, что это за... Думаю, ради этого не стоит вам апать компедиум до 190 уровня. Да уж, такие себе крипы. Следующее нововведение, это режим командного испытания. Вся ваша команда борется с достижением какой-либо цели, и чем сложнее эта цель, тем при победе выше будет подниматься ваш рейтинг. Если простенькая цель, то, как обычно, ну, в среднем плюс 25 единиц, а если очень сложная, то и до 100 единиц ваш рейтинг во время победы может апнуться. Ну, соответственно, если вы проиграете, то он уйдет в минус, настолько же единиц. Далее, по нововведениям, это ставочки. Это как, причем, ставки на ваши матчи вы можете поставить, а можете на любимую команду. Касаемо ставок на любимую команду, тут по нововведениям вы можете теперь и через браузер ставить, и через мобильное устройство ваше. И, соответственно, если ваша команда выиграет, то вы получите дополнительные очки компедиума. Сезонные звуки для голоса чата, по достижению, по-моему, даже первого уровня, они будут доступны. Так, нет, получается, начиная с 24 уровня, вам будут доступны голоса чата. Ну, сами решайте, нужны вам или нет, и, соответственно, нужен ли вам этот 24 уровень аппетита. Ну, соответственно, дальше идем. Нововведения еще это спреи, кстати, касаемо спрея, я забыл сказать. Вот так вот они будут выглядеть. Это наподобие граффити в CSGO, если вы знаете, там можно на стенах рисовать, то тут на ландшафте и на карте можно будет рисовать такие вот фигулинки в доте. Ну, это интересная штука. Ради этого стоит аппать компедиум и, соответственно, покупать его. Дальше, дальше, ребята. Ну, благодарности во время игры это было и в том году. То есть вы можете поблагодарить тиммейта, который тоже владеет компедиумом дополнительными очками после игры. Почему бы и нет. От вас у него будет. И вашему тиммейту будет приятно. Дальше смотрим. Что у нас еще? Про спреи я уже сказал. Каверн Краул. Это получается новый режим. А теперь поподробнее. Давайте поговорим. Переводится он как Пещеры Пустоши. Режим для команд из трех игроков в формате Королевской битвы. Доступный только владельцам боевого пропуска The International 2018. Участники передвигаются по лабиринту, зарабатывают золото и опыт на монстрах и бьются с другими пользователями. Постепенно доступная область карты сужается к центру. И, соответственно, победителем станет последняя выжившая команда. Все сложнее и сложнее. Все уже и уже. Неплохо будет получить... Зеленого... Рошанчика. Я бы очень хотел. Думаю, что и вы тоже. Вообще тут... Если судить по дизайну предметов компедионовских, то у меня претензий к ним нету. Очень все продумано, красиво сделано. Замечательный петушок. Петушки они все замечательные. Дальше... Дальше... Ежик тоже прикольный. Но вообще я люблю зеленый цвет, я думаю, многие из моих подписчиков тоже... Ну, по крайней мере, неотрицательно относятся к этому цвету. Неплохой еж. Дальше что тут... Ну... Легионочка. Легионочка, да? Это да. Вот легионка, если честно, такая себе. Как-то... Ну... Согласен, коса у нее офигенная, чуть ли не до земли. А так, в принципе... Ну, вообще-то нет, что-то в этом есть. Такая... Острая легионка. Ну, в общем-то, это рарка. В общем-то, что еще с этой рарки-то взять? Два стиля. Ну, зеленый стиль. Он даже тут меньше подходит, чем, соответственно, красный. В общем-то, это все нововведения. Больше-то их и нету. Я в следующем видео буду открывать сокровищницы. Ну, и прочее до 75-го уровня, что там дается. И будем за этим наблюдать, что же мне выпадет. Надеюсь, выпадет что-то очень и очень стоящее. Кстати, прикольный курьерчик. Ну, вообще, будем делать обзор дальше на все вот эти вот вещи и их дизайн. Далее, что я хотел сказать. Поводу целесообразности покупки компедиума. Стоит ли вам его покупать? Я считаю, если все плюсы и минусы сложить, то будет все-таки среднее арифметическое в виде положительного числа, то бишь, плюса. Я считаю, что покупать стоит. В этом году Valve постарались и сделали неплохие как и по дизайну, так и, в принципе, по задумке вещи компедиумовские. Поэтому я считаю, что стоит вам покупать, друзья. А какой именно? Ну, я считаю, что купите вначале просто компедиум первого уровня. Потихонечку апайте этот уровень. А когда будет распродажа, просто-напросто возьмите и на этой распродаже, сколько вашей душе угодно, купите уровни компедиума. По заниженной цене. А вначале у первого уровня будет три сокровищницы, одна из которых только пока что разблокирована. Ну, как по стандарту. Музыка, наборы курсоров. Вот этот вот замечательный курьер-кролик, которого только что показывал. Такие себе вардецкие, но, в принципе, всё равно что-то в них есть. Так, если подумать. Такие кристальчики, грибочки. Далее насмешечка на Феникса. Говорят, что он тут яйцами мечет. Вот и насмешки. А ну да. Вот только ради этой насмешки стоит покупать компедиум. Ну, дальше тут карточки игроков. Если вы соберёте все карточки игроков одной команды, то там будут у вас плюшки. Дополнительный телепорт, стилизованный под логотип этой команды. Потом спрей. И вроде что-то ещё какая-то плюшка будет. Ну и, соответственно, с первым уровнем компедиума вы получаете возможность проголосовать за Аркану. Ranked Match Team Challenge Token. И разблокированы турнирные будут у вас прогнозы. Поэтому первый уровень компедиума покупаете, ждёте распродажи и покупаете дополнительные уровни к нему. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Не забывайте, что следующее видео, это я буду раскрывать вот эти вот сокровищницы и всё остальное. Будет, я думаю, очень азартно и интересно. А после следующего видео, как я и обещал, будет розыгрыш. Он уже не за горами, получается суббота-воскресенье. Если наберём больше 150 подписчиков, то я разыгрываю 5 компедиумов и плюс дополнительно какие-нибудь ценные шмоточки я для вас тоже подберу. В общем-то, для вас, подписчики, я не скуплюсь на розыгрыше. Всё будет на этом канале. И вообще, на постоянной основе я буду проводить интересные розыгрыши. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Если что-то вам не понравилось, пожалуйста, я не против конструктивной критики. В комментариях её излейте. Всем пока.